Слава Господу, что Иисус не только желает, но Он хочет и способен сегодня наш Дух обновлять. И что Дух Святой и делает. Слава Господу! И если мы в этом нуждаемся, то непременно, во всякое время, сказано, где двое и трое собраны во имя Мое, там и Я посреди вас. Сегодня Господь вновь и вновь говорит к нашим сердцам, потому что желает обновлять наш Дух, желает еще что-то нам проговаривать, а согласитесь, нам есть что сказать, правда? Потому что Он определил тебя и меня не на гнев, но к получению нетленного венца, Слава Иисусу, Которого и даровал. Поэтому пускай нас Господь благословит. 83 Псалом, 12 стих. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Я хочу обратить на первую половину этого стиха. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу. Бог дает благодать и славу. И со времена Ветхого Завета Бог всегда реально пребывал со своим народом. И люди, живущие в любые времена, они могли видеть, осознавать, переживать о том, что Бог близок и рядом. Во времена Ветхого Завета мы с вами вспомним, когда Бог в столбе огненном или облачном сопровождал свой народ. Когда вывел его из рабства Египта, это шествие сорокалетнее по пустыне. Бог всегда говорил о том, что я рядом. И люди, люди, они не могли двинуться, пока Бог не вшел. Пока не было движения этих столбов. Бог, все, столб начал облачный двигаться. Ибо это был сигнал для людей, они двигались так же. След, куда Бог их вел, в обетованную землю. Когда Бог выводил народ израильский, и воинство фараонова гналось за народом. Бог явил чудо, раступил море. Народ прошел, но на что написано, посягнул фараон со своим войском, тоже пройти. И потонули все. И далее, и далее, и далее. Когда Бог подвел уже после сорокалетнего скитания по пустыне, народ израильский к обетованной земле, воды Иордана так же раступились, и люди могли по суху пройти. И это связано в том, что Бог все еще со своим народом. И это было величественно, и это было важно, потому что нужно впереди было побеждать. Нужно было вести войны. Не просто расселиться кому где определено, а надо было тех людей, которые там жили, надо было их изгнать. Потому что Бог сказал, пойдите и завладейте ею. И далее, и далее. Если вспоминаю времена Ветхого Завета, стены Ерехона, как Бог величественные эти стены, неприступные стены, не силой и мышцей людей, не количеством, а чудно просто Бог разрушил эти стены. Мы знаем эти все библейские истории. И многое-многое другое, что Бог совершал время от времени, показывая, что Он со своим народом пришло время Иисусу Христу прийти на землю. Написано, благодать излилась из уст Его. И Иисус, где ходил, проповедовал, говорил, исцелялись больные, немые говорили, глухие стали слышать, слепые стали зрячими, бесы были изгоняемы, потому что сам Бог во плоти пришел на землю. И Он показывал людям, что Он с ними, Он пришел для них, Он пришел их изменить и спасти. И это было тоже величественно, и это было важно. И когда Иисус родился, Иоанн Георгий от Матфея мы читаем в первой главе, что написано, ему было дано одно из имен, Эммануил, что значит с нами Бог. Людям важно знать и понимать, что Бог рядом, Бог тебя любит, и Бог готов тебе помогать. Но время жизни Иисуса Христа было небольшим. И Он сказал, хорошо, если Я пойду от вас, ибо если Я пойду, пошлю Вам утешителя. Во времена плоти Иисус не мог быть везде одновременно. Он ушел с учениками, а за Лазаря похоронили. Он ушел, Он там не мог помогать. И Он, чтобы воскресить Лазаря, пойдемте скорее. Лазарь болен, уснул, пойдемте, надо Его разбудить. Он пришел, пришел, и воскресил Его. Но если пришел туда, там уже Его нет. Но Иисус сказал, лучше, если Я пойду от вас. И сегодня, после сошествия Духа Святого, это для нас тайно, это трудно нам представить. Бог Духом Святым пребывает со Своим народом по всему лицу земли и слава Иисусу. И дает удостоверение людям вновь в наши дни, что Он близок, Он рядом. И мы с вами есть свидетели, потому что Он нас изменил, Он нас оправдал, Он нас возродил. И сегодня мы здесь, на этом месте, и всякий раз, спотыкаясь, падая, идя за Ним, не устаивая, мы поднимаемся, потому что Он рядом с нами. Он нас спас, и Он нас ведет в вечные обители. Или слава Иисусу. И вот, во времена Ветхого Завета, я зачитал это место, написано, Господь дает благодать и славу. Бог дает благодать и Свою славу. И Он это делал во времена Ветхого Завета, это Он делал во времена Нового Завета, во дне Иисуса Христа, это Он делал после, когда Первая Церковь возродилась, через апостолов, и в сегодняшние дни Он продолжает это делать. Слава Господу! И Священное Писание говорит о том, уже в послании к Тимофею, вторая глава 11 стиха, «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Итак, Павел говорит, «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков». Она явилась, «Слава Иисусу!» Она пришла, и прежде всего она пришла для того, чтобы тебя и меня спасти. Но во время Нового Совета написано, когда был переход от Ветхого к Новому, Иисус пришел и говорил, и люди его вокруг уже не могли понять, о чем он говорит, от чего спасать. Мы все дети Авраамовы спасти от твоей и моей греховности. Мы в этом нуждаемся. Это главное, что пришел сделать Иисус. И написано, «И явилась благодать Божия спасительная для всех человеков». И дальше уже написано, «Научающая нас». И она продолжает нас научать, проводя через жизненные ситуации, непростые ситуации, непонятные возможности ситуации. Бог, проводя нас через жизнь, Он нас научает, Он нам говорит, потому что написано, «Туда ничего нечистого, преданном мере не войдет». Итак, тот, кто начал свой труд, он совершит его до конца. Поэтому Бог нас помещает в какие-то жизненные обстоятельства, проводя через какие-то жизненные обстоятельства. Бог нас научает, и Бог смотрит, что мы из себя представляем. И самое важное, Бог-то знает, чтобы мы увидели, что мы еще в Нем нуждаемся. Он нам нужен. Как брат передо мной приповедующий говорил, сказали тебе, ты бомж. И можно сказать, что как так могли служители сказать? Вот это да. Как так мог Иисус ответить? Псы? Да. То есть, нехорошо взять хлеб, бросить псам. Вот это Бог. Вот это любовь. Такое женщине сказать. Да. Как это может быть? И у нас бывает порой внутри, да как так могут верующие мне сказать? Как так могли мне ответить? Вот я не такой, я лучше и так далее, и так далее. И не забываем, что Бог может допускать какие-то вещи для тебя и меня, чтобы показать, обнаружить, чтобы для тебя и меня стало явным, в чем мы еще нуждаемся, потому что являющим благодать пришла спасающая, она нас спасла, это уже сделано, слава Иисусу, но научать у нас будет до последнего дыхания, научать у нас будет до последнего дыхания, потому что по-другому и в принципе не может быть. И друзья мои, а вы знаете, вот Иисус проповедовал, проповедовал Евангелие от Иоанна 16 глава, последний стих этой главы, вот Иисус ходил, проповедовал с учениками, и люди видели силу исходящую и ученики можно очень хорошо понимаю, Иисус не уходи, они печальлись, когда он скажет, мне нужно вас оставить, ну, везде с Иисусом, нету кушать, пожалуйста, пять рыбок, сейчас делаем, вот, помолился, да, то есть, ну, это чудеса сопровождающие, и это важно было, для людей было реально, и люди говорили, такого никогда не делали люди, и не может человек этого делать, если с ним не будет Бог, это было важное свидетельство в жизни людей, и люди этим дорожили, эти искали, и ходили, это им было, они хотели, чтобы всегда это сопровождало, но Иисус сказал, не радуйтесь о том, что бесы повинуются, а радуйтесь о чем? Что имена записаны в книге жизни, вот о чем нужно радоваться, а мы порой забываем, первое время мы очень радуемся, вы не вспоминали свое обращение? Как вы уверовали? Вы могли свидетельствовать всем и всюду, без разбора, возможно, где-то и перегибали, отталкивая своих родственников, друзей, или на работе, как я пришел, помню, на работу, и сказал, так, с сегодняшнего дня я верующий, ко мне не подходить с этими вопросами, с этими вопросами, с этими, все так раз, насторожили, ушел, вроде был нормальный человек, пришел с выходных, с отпуска, что с ним случилось, да, бывает где-то мы перегибаем, но мы могли свидетельствовать, говорить, мы понимали, что Бог нас изменил, освободил, и так далее, мы отказывались от всего, возможно от чего-то лишнего, это делает огонь, первая любовь, она способна на многие жертвы, и она не страдает от жертв, она способна на многие жертвы, и она не томится, что может отдать, что-то потерять, что-то вообще вытернуть из жизни, это делает первая любовь, да, друзья мои, так вот, Священное Писание говорит о том, чтобы мы не радовались, то, что бесы повинуются, хотя какие-то вещи нам, они важны и необходимы, я вам хочу сказать о том, знаете, я помню, как-то просто беседовал с одним человеком, приближенным, он беседовал и говорит, вот знаете что, вот, мне, я все понимаю, но я не могу понять одного, вот, читаешь Библию, чудеса, знамения, там все реально, читаешь, возьмешь ваш журнал, ваш журнал, Евангелист, читаешь, там сверится, там сверится, а почему вокруг меня ничего я не вижу, вот мы с ним говорили, да, надо было, человек, людям всегда важно, чтобы что-то рядом совершалось, происходило, вы знаете, я вам хочу сказать о чем, ведь во время Ветхого Завета море не всегда раздвигалось, это был вообще единственный раз в истории, и, и сельные рихонские, они не падали везде, или куда бы народ не приходил, все падает, рушится, понимаете, и бесы не всегда бегают, и так далее, и так далее, есть какие-то моменты, какие-то, какое-то время определенное, которому Богу важно, необходимо сделать то или иное действие, друзья мои, но среди всего этого, есть самое важное и главное, Бог тебя и меня ведет ко спасению, Он уже спас, слава Господу, а бывает мы забываем, так вот, 16 глава Евангелия Триана, мы читаем такие слова, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Первое, как сегодня брат вначале говорил, первое, нам приятно слышать, написано, «Сие сказал, чтобы вы во мне имели мир, это приятно». И я не знаю, есть ли среди нас такие люди, которые, придя к Иисусу Христу, не получили от Него мира, не пережили того мира, того покоя, о чем сказал Иисус, «Придите ко мне, и я успокою вас». Да? Наверное, каждый пережил, он переживает действительно тот божественный мир, который Бог дает нам. Слава Господу! Но дальше написано, уже не совсем утешительное, «А в мире будете иметь скорбь». Но дальше он продолжает, «Но мужайтесь, я победил мир». И вы знаете, если говорить о скорби, мы так, все люди устроены, это нормально, никто не ищет, не любит скорбь. Когда она приходит, нам тяжело бывает, и порой мы, бывает, не справляемся с чем-то. Но, вы знаете, Священное Писание говорит, по-другому не будет. В мире мы будем иметь скорбь. Нас может возмущать, мы насмотрели с новостей, возмущать там правительство, что творится в мире, беспредел, и так далее, так далее. Нас это может возмущать. Нас может возмущать то, что у нас маленькие зарплаты. Нас может возмущать, что соседи себя неправильно ведут. Нас может многое, что возмущать, в этом мире, ну, разные проблемы. Но, в Священном Писании сказано, в мире мы будем иметь скорбь. Все нормально, все идет как должно. В мире мы будем есть скорбь, и это нас не должно удручать. Но написано, но Иисус победил мир, и, соответственно, во мне будете иметь мой мир, а я его победил. Наша задача пребывать во Христе. Наша задача всегда в нем нуждаться, сохранять свое положение. Я вспоминаю всегда историю Иова и думаю, Господи, помоги мне так научиться. Бог дал, Бог взял. Но это же непросто. Пришел вестник и сказал, дети твои погибли. А он, Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Мы скажем, какой черствый человек. Ему, наверное, как нам говорят в Америке, до 18 лет детей воспитали, и потом все, до свидания, в гости, когда надо, позовем. Идите, живите сам. Мы так не можем. Мы так не можем. Мы, наоборот, бывают еще 30 лет, а мы все, его, да, под тотальным контролем. Вот, друзья мои. Поэтому, так Священное Писание говорит. Эти примеры, это же не просто так сказки. Да? Пришла другая проблема. Все богатство, все, что у него было, богатый человек. Налетел ураган, все погибло. Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Вы знаете, мне вот интересно было посмотреть, что в сердце и в голове у этого Иова было в тот момент. У него было, видать, что-то такое важное, более ценное, что не сравнялось ни с детьми, не сравнялось ни с богатством. И даже когда болезни пришли, он с себя, проказу эту там скреб, он все равно говорил, имя Господне благословенно. Вы знаете, я так не могу. Пока на сегодняшний день проходят какие-то жизнеспытания, я понимаю, что я так не могу, но мы должны мочь. Потому что Священное Писание говорит, в мире будете иметь скорбь. Это нормально. Другого не будет. Если мы хотим, чтобы в мире у нас было славное шествие, то тогда дальше ничего не будет для нас. А если мы определяем, что для нас все-таки важно спасение и вечность, тогда мы с тобой в мире будем иметь скорбь. Но Христос сказал, мужайтесь, я победил мир. Итак, Бог нам послал благодать, которая нас спасла, и она нас научает. И вот, проходя жизненный путь, Бог нам устраивает срезы знания. Бог нам устраивает какие-то вещи, которые врываются в нашу жизнь, приходят без спроса в нашу жизнь и проверяют нас, на каком мы с вами положении. И в притчах 24.10 написано, если в день бедствия твоего ты оказался слабым, то бедна сила твоя. Вот такие приходят бедствия, врываются в жизнь какие-то испытания, и мы можем, и они прежде всего для нас, чтобы мы увидели, слабы мы или нет. Но Бог сказал, вы будете иметь скорбь, но побеждайте, побеждайте, потому что я победил мир. Наша задача сохранять себя в Иисусе Христе, пускай всех нас Господь благословит. Скажет, ну брат Петр, воскресный день не мог ничего повеселее придумать. Да, в мире мы будем иметь скорбь. Друзья мои, вы знаете, я просто смотрю в последнее время, через сестра массовой информации, вообще в этом мире, да, все так сгущается, заворачиваются, террористы там все взрывают, бегают и так далее, и так далее. Знаете, и на нас это в какой-то степени все равно тоже может влиять. Вот эти экономические проблемы и так далее. Пугают, что вот зима вечная настанет там в Сибири, там если где-то там ахнет, тут у нас будет зима, три года. И можно всякое найти, мы можем думать, так, дров надо запастись, или как будем выживать, мы можем так что-то просматривать, да. Друзья мои, многое может что на нас влиять давить, но, друзья мои, мы не должны смущаться. Написано, мир идет по своему написанному, а рожденный свыше по своему. Слава Иисусу! Поэтому пускай Господь нас всех благословит, Он нас спас. Поэтому Петр, поэтому Слово Священное Писание говорит, поскорбевшие, если нужно, от различных искушений радоваться должны. Мы должны радоваться поскорбевшие, если нужно, от каких-то искушений и проблем. Но если нужно, давайте будем скорбеть, но радоваться. Я сегодня к этому не способен. Но есть Дух Божий, который на этом месте, слава Иисусу, который также реально говорит, что Он рядом. И если мы были внимательны, Бог сегодня с первого момента начал действовать Духом Святым на этом месте, через пение хора. Я думал, ну надо просто, можно молиться после такого пения, потому что Бог, Он на этом месте, слава Иисусу. Поэтому, друзья мои, если мы настолько себя не любим, а мы понимаем, что все-таки есть что-то более важное и ценное, то мы будем сквозь непонятные вещи смотреть, мы будем падать, все равно подниматься, каяться, сокрушаться, исповедоваться, зная, что тебя и меня Бог избрал прежде всего к вечному спасению, слава Иисусу. Да благословит нас Господь, будем молиться.